Добрый день всем ребятки! Мы пришли с базара и так продрогли слегка проголодались и пока борщ еще не готов мы садимся и Степочка ждет садимся обедать я вам не показывала, в принципе показывала но не так близко как сейчас короче индюшинные шейки спасибо вам за комментарии, за лайки за подписочки и мы по сусекам поскребли все что есть в холодильнике накрошили и будем обедать ребят отварила макарон свежих буквально вот только-только они еще очень горячие, подливкой полила в которых в этой подливке тушились наши индюшинные шейки отдельно положила шейки вот они сейчас откорректирую вот такие шейки вот такие макарошки Вите и мне купили арбузную редьку покрошила, я ее тоненькими слайсами посолила, полила пахучим маслицем опять-таки сделали хлебушек, поджарили вот потом Витя Кожелен, я давно хочу сало нарезала сало и остатки рыбки селедочки и одна вон мойва попалась копчененькая то есть все что было в судочке все выложила вот и мы сейчас будем ребятки обедать ну а все остальное потом погода стоит такая туман на вечер ожидается снежок ну как говорится что написано в телефоне то и говорю по облакам вроде как похоже такое оно висит серой массой облака такие но безветвенно, но свежо все мои хорошие кто сейчас обедает всем приятного аппетита привет вам от Степы вон он сидит намывается от Вити сейчас подойдет и всем кто обедает приятного аппетита о, Витя уже тоже доброго дня вкусненько пахнет будем обедать на улице холодненько так, свеженько то сейчас мне трошки аппетит нагуляли 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 сейчас будем кушать всем кто кушает приятного добро здоровья и до зустричь ребятки как я вам и говорила мы сходили на рынок но так особо ничего не купили нам мы ходили прогуляться сейчас скажу зачем открою вам все тайны которые предстоят мне на этой неделе значит ну сначала не о тайнах о покупочках сначала так мандарины ребят я в этом году еще не ела кстати обманываю вчера Палишка угостила меня мандаринкой мы поели Даня я и Полина сидели и кушали о рифма мандарины я Даня и Полина сидели ели мандарины но Даня отказался он такой у нас привереда если он хочет то он будет просить и сам возьмет и будет кушать а если ему заталкиваешь то он в жизни не поест то есть отворачивается психует кулачка свернул нет не буду все и мы с Польшей поели мандаринки купили мы мандарины по 70 гривен за килограмм в сельпо они намного дешевле но во первых ну не знаю мне понравились мы попробовали сочные сладкие без косточек тонкокорые вот купили будем сегодня вечером баловаться мандаринтами и у нас поход совершался вот таким образом что мы набрали короче всех видов семечек а именно черные семечки подсолнечника в трех в трех местах мы покупали у разных хозяев цена она такая значит у одних людей приезжих ну это рынок большой то есть они постоянно торгуют орешками цукатами изюмом всякими такими сухими семенными изделиями у них по 90 гривен за килограмм по моему это вот эти были они вот такие видите длинненькие вот и сейчас опять нет у меня опять не настроен телефон на хороший о все понеслась вот такие они крупные но длинненькие я говорю Витя надо их пробовать потому что длинная семечка иногда бывает пустой но мы попробовали будто бы там ядро такое забитое семечка сама нормально вот в следующем месте мы купили по 70 гривен за килограмм то есть 90 и 70 разницу вы сами увидели да это семечка пузастее но мельче это длиннее но крупнее а уже на выходе из рынка мужчина продавал баночками баночка 30 гривен вот такие семечки в общем взяли в трех местах поскольку как-то мы ездили опять-таки к Светланке заехали в Вознесенске купили там семечки но они прогоршие вот поджаришь их кушаешь и получается очень много прелых таких уже слежавшихся в они не годни мы их отнесем голубям у нас возле АТБ есть голуби которые любят вот эти вот семенные всякие презенты и подарочки печенюшки сухарики семечки отнесем им у нас тоже где-то пакетик дальше то что мы кушали на обед арбузная редька черная редька арбузная сочная сладкая нежная черная понятно она поплотнее посуше но ее надо и мельче резать то есть если это можно тонкими слайсами то это можно и натереть на крупной терке вот и показываю что на задумку на этой неделе ребятки это арахис чищенный по 160 гривен за килограмм я взяла 300 грамм или 200 300 наверное и зашли в АТБ я взяла и миндаль и кешь то есть цена у них разная кешь по моему по 40 с копейками миндаль по 70 с копейками то есть ну цены конечно очень и очень почему мы сегодня долго ходили по городу блукали объясняю причину ребятки у нас у Данечки в конце недели день народжения ему будет два годика и будет небольшое но день рождения Даньки и мы хотим с Витей подарить мало того что подарок но еще хочу я сама испечь киевский тортик мне хотелось свою работу чуть-чуть уменьшить что ли по поводу того что я в 4 магазинах мы с Витей были я гуглила я искала хотела купить готовые коржи для киевского торта но их ну не знаю нет не на базе потому что я даже делала заказ через один магазин их нигде нет поэтому я их буду делать сама вот а если делаешь киевский торт вы сами понимаете там присутствует очень много разновидностей ореха в том числе арахис миндаль кешью ну грецкий орех но это по желанию у нас будет и грецкий я еще или снова добавлю короче будет вкусный торт но проблема в том что значит коржи для этого торта делаются очень скрупулезно долго и подготовка и выпечка это занимает и время но так как у меня времени хоть отбавляй я попытаюсь ну как я их раз один делала они конечно же не получаются такие как государственные они почему-то получаются не очень высокими как хотелось бы но я буду пытаться поэтому работа предстоит на неделе будем вместе с вами делать киевский тортик ну а пока вот так вот такие вот у нас закупочки пообедали сейчас все это разложим по местам и буду заниматься следующим видео которое тоже видео это вас должно заинтересовать то есть будет интересно не отходите от экранов ждите нового видео от Степки вам огромный привет кс-кс-кс мальчишки тут хорошо тепло уютно все всем вам тепла уюта и доброты и главное здоровья мирного неба все как всегда ребятки я другого пока вам желать не могу поскольку время сейчас очень тяжелое и хочется вам всем пожелать мира и доброго времени суток и ночи и дня чтобы всем было хорошо вольготно приятно как оно есть так оно и есть все мои хорошие до зустричи ждите следующего видео всегда с вами Витя, Лена и Степан и хорошее настроение на канале погода в доме субтитры и субтитры